Телефон нашей редакции 722-440, полная картина дня в вечернем выпуске новостей. До встречи. Евгения Даровская в кадре вот уже 13 лет с самого основания программы «Наши новости». Пока новую студию еще готовят к эфирам, она вспоминает о прошлом в этой временной и теперь уже последней студии наших новостей. Начиналось это как амбициозный проект, в который тогда вокруг мало кто верил, ждали, ну, ну, давайте, что там у вас получится, вот так примерно за нами наблюдали. Но это действительно выстрелило, потому что был молодой коллектив, на энтузиазме. Здесь в 1955 году он случайно встретил председателя Союза композиторов. Но лучше назвать судьбой. Наши новости всегда были альтернативным телевидением, освещали проблемы, о которых молчали другие телеканалы и никогда не боялись задавать неудобные вопросы даже самым влиятельным людям края. Почему после проливных дождей Барнаул превращается в Венецию? Вы почему всегда негатив ищите какой-то? Все в хорошем, вам нужно найти негатив. Ну, скажите, какая дорога хорошая стала по красноармейскому? Хорошая? Нашли Ливневку, все колодцы. Вы об этом говорите, о добром, о добром. О добром тоже будет, но уже под новым брендом. Телеканал «Толк». Задавать острые вопросы и рассказывать интересные истории продолжит тот же коллектив, но в новых форматах. Проведите этот день с «Толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Главная идея – «Толк» – это городской информационный канал для умного зрителя, который хочет не просто потреблять новости, а понимать, что происходит. Для зрителя, который сам хочет участвовать в решении проблем. Да, мы ориентируемся на интерактив, когда зритель становится активным участником проектов. В первую очередь, это будет отражено в программе «Коммунальный патруль», где мы создаем коммунальную карту города. Каждый зритель может оставлять свои заявки. Мы будем это отрабатывать, наблюдать за этим в режиме реального времени. Коммунальная карта города. Все наши проекты и программы уже на следующей неделе появятся на нашем информационном портале «Толк». Он начал работу полгода назад как традиционное интернет-издание, но уже с понедельника пополнится нашим видеоконтентом. На этом портале можно будет смотреть прямой эфир. В ленте новостей следить за актуальной информацией, а программы смотреть во вкладке телеканала «Толк». Создание нового кабельного канала – это вопрос выживания, это вынужденная мера. Для того, чтобы быть полноценным кабельным каналом, к нему предъявляют определенные требования. Это 24-часовое вещание. Поэтому мы создали с нуля новый канал, который будет 24 на 7 вещать. В этом году вся страна переходит на цифровой формат ТВ-трансляции. Региональному телевидению в этом новом цифровом мире места не нашли. Но именно кризис часто позволяет претворить в жизнь смелые идеи. Так и телеканал «Толк». Это не просто новости. Мы выйдем за границы информационного вещания, появятся новые программы и проекты. Но начинается все, конечно, с новой студии. Мы сейчас здесь. Это студия «Толка». Всего мы вам показывать, конечно, не будем. Сохраним интригу до первого эфира. Ведь уже скоро на этих фонах вы увидите лица знакомых ведущих. Среди них, конечно, будет Евгения Даровская. Скоро и я в конце сюжета скажу вам. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Ну а пока Андрей Дриер, Николай Шилко. Наши новости. Продолжение следует.